Всем привет друзья, с вами Влад, это канал Влад Шимо, мы продолжаем с вами Shadow Fight. И это впервые, наверное, приятный вход в игру такой, знаете, заходишь в игру и тебе приятно просто. Так, ну точнее, все опыта я и не выходил, теперь у нас есть две побочные миссии. Там с невидимкой, та самая осталась. И новая миссия, это ответ на вызов странствующего воина. Давайте начнем с него. Начнем со странствующего воина. Сюжетом закончим, а начнем с него, а сюжетом закончим. Бродяга с нунчаками, отлично. Золотой Гвандао, смотри, легендарный. Офигеть, у нас с вами легендарный Гвандао, ребята. Так, ну, пацаны бьют сильно, если уж на то пошло. Ох, вот это он мне сейчас... Ты выбил у меня из рук легендарный Гван... Что это сейчас было? Ребята, я аж закошлялся, у меня не в то горло... Не в то горло. Тил, вот. Что за херня? Он завалил меня с Гвандао, с легендарным. Ты что, дурак, что ли? Вот это жесть! Ты видал? Ты видал, что я могу теперь? Э-э-э, подожди! Что-то нунчаки сильный урон наносят. Видал он там так? Тых-тых-тых-тых-тых-тых. А прикинь, найти легендарные нунчаки. Это же вообще... Они же там такие череды ударов наносят. Там очень сильно, наверное, да? По морде дает. Кто с нунчаками играет, пишите в комменты. Как вам нунчаки вообще по жизни? Ну, во втором шадоу-файте нунчаки были прикольные. Он еще их в две руки брал, короче. Как Микеланджело из Черепах Ниндзя. Он их и раскручивал, и потом в две руки так брал. Это было круто. Еще был прием. Он как-то их как волнами так закручивал и бил. Прикольно было. Ох, мы победили его. Расшитый костюм нам дали. Золоченный жилет. Остроконечная шляпа. И все. Слушайте, ну это жесть. Бесплатные карты есть. Так. Повязка и монеты. Ладно. Так, ну, с невидимкой, ладно. Я потом справлюсь сам. Это все обычная математика. Давайте пойдем на сюжет. Посмотрим, что там. Линк. Катастрофа. Теневая вышка в соседней деревне взорвалась. Не идите в ту сторону. Последствия могут быть ужасными. Фельдшер. Врач, что ли? Ох, нифига ты красивый. Кузница будет отцеплена. Просьба сдать все теневые приспособления, которые есть при себе. Дальше передвижение запрещено. Опять ты тварь. Фельдшеры вестников... А, фельдшеры вестников появляются на месте теневых катастроф. И устраняют последствия. Нам надо торопиться. Так, что в бой. Да что ж такое. В горло попало какая-то херня. Так, что... Так, что в бой, он говорит нам. Устрани фельдшера. С вами был Влад. Всем пока. Это что, издеваетесь, что ли? Безумный фельдшер? Безумный фельдшер. Представляете, фразу такую услышать на улице. Сюжет. Ну давай. Безумный фельдшер. Что-то ты какой-то сильный, наверное, будешь. Ой, он будет сильный, ребята. Я чувствую. Чувствую с жопой. Но у него урон не такой, чтобы прям прошибной. Как у... Как у Греты. Не такой урон, слава богу. Нет, такой. У него... Даже хуже у него. Ты что, фельдшер, опух, что ли? Ты как минимум врач и все, больше-то никто. Ну, эпично выглядит фельдшер. Шляпа... Этот... КФС стаканчик от Пепси одел себе на голову и ходит с ним. Прикинь? Ребят, вот оденьте себе стаканчик от Пепси на голову, короче. Серьезно. Или вот от попкорна дают же вот этот вот стаканчик вот этот, да? В котором попкорн. Вы в кино сидите и попкорн стаканчик этого хаваете. Просто оденьте себе этот стаканчик на голову, короче. Я отвечаю. На вас будут смотреть, как на дебила еще и в психушку сдадут. Это из личного опыта. Умри. Нет, не умри. Умри все-таки, умри. И он раскрутил. Там пять... Пятер... Пяти... Как правильно? Пятерная или пятеричная последовательность ударов. Отлично. Последовательность из пяти ударов. Да, так будет сказано позамудреннее, но правильнее, да, наверное. Отлично. Ну, такой, знаете, фельдшер, как фельдшер. Он не такой, как Грета. Не сильно... Такой обычный воин. Стандартненький, как мне нравится. Только единственное, что он ублюдок местный. В рот я его драл за такие действия. Взял, выдал мне оружку из рук. Беспредел. Безумен, да, не спорю. Повторяю еще раз. Отойдите от границы территорий. Дальнейшее неповинование вынудит меня на более жесткие меры. Разденешься, что ли? Не надо. Я... Один буду лучше, чем с тобой. Конец близок, кстати, написано. Ничего себе. Мы... Подближаемся. К концу... К концу подближаемся. Хе-хе-хе. Так, ладно. Фельдшер. Джун... Покинула нас. Она сказала, что... Я, ну... Принцесса. У меня есть дела поважнее, чем ты. Так что иди-ка ты нафиг, братан. Я откуда говорю, ладно. Я не буду на тебя сильно налегать. Прости меня, Джун. Я... Я же хотел просто мутить с тобой, а ты... Ну, меня отвергла, и я поэтому сдаюсь. Окей. Если тебе так будет спокойнее жить, где не будет меня... Тогда... Ладно. Я буду... Один. Раунд два. Файт! Давай, сейчас отойди, пожалуйста, от Фельдшера, да подальше. Пусть он в свою машину скорой помощи обратно садится и уезжает отсюда нафиг. Он, кстати, типа местного сталкера тут, да? Он, типа, этот... Антирадиация тут, типа, у них всякое... Ну, я так понял. Они-то говорят, здесь опасно находиться, теневая вышка. Этот местный сталкер меня завалить сейчас может. И он это делает фелигранно. Достаточно... Он, кстати, на кота похож отсюда. У него с расстояния... С расстояния взгляните на него, это кот. А, нет, это не кот, это какой-то киллер-би из Наруто. Похож. Так, отлично. Ой, хорошо, я выбил из него эту женскую сабелью, или как она там называется? Как это оружие? Ну и вот двойной меч, как у этого. Как у Клюва, насколько я помню. Да чтоб тебя! Так, отлично. Фельдшер. Поляшечкам фельдшеру надавали. Вот это плохо. Так, так, так. Фельдшер! Отлично! Фельдшер погиб. Я не смог вас отговорить, но хотя бы скажу, чего вам стоит бояться. Говорят, там было сражение каких-то сил. Что сломать выш... А, чтобы сломать вышку, нужна огромная сила. Будьте готовы ко всему, когда попадете в деревню. Легкие сабельки. Чуть-чуть нам дали их, да? Это... Еще буквально половинку, и мы можем их усилить. Но у нас с вами Гуаньдао, поэтому, я думаю... Не знаю даже. Как-то они покруче выглядят. Класс! А, невозможно. Кибо, что здесь произошло? Что с тобой? Я... Не смогу его долго удержать. Ого! Это типа череп, это типа крайняя опасность. Победи Кибо. Взорванная вышка. Так. Невозможно, говоришь? Ну, попытаться, думаю, стоит, да? Давай попытаемся просто. Новая музычка. Ого! Локация новая. Она еще и трехраундовая. Смотри-ка. Воу! Классно. Классно выпи... Ой, да ты классно бьешь. Кибо. Так. Ну, мы с ней почти на равных, господа. Только я обоссусь. О, я обоссуюсь сейчас как, а? Что в тебя вселилось? Объясни мне. Я обосрался и не понял, что произошло. О, я вам клянусь. Я обоссался. Я обосрался одновременно. Какая она мощная. Какая классная локация. Какой классный босс. Впервые мне приятно сражаться с ней. Она мощная, капец. Там столько приемов жестких. А у нас с тобой только жалкая теневая способность и легендарный Гвандао. Все. А у нее просто невообразимая мощь. Кстати, у нее что-то с глазом. Обосаться. Обосаться. И они вообще в шоке. Воу. Да что ж такое. Что-то я вообще не врубаюсь, ребята. Не втыкаю вообще в ситуацию. Ой, куда ты поехал? Офигеть. Да, это жестко. Не жестко. Вставай. Взрыв сделал Киба сильнее. Но вышку сломала не она. Тут нужны силы с невероятным теневым потенциалом. Давай бустер-паки откроем. Так. Расшитый костюм. Окей. Деревянный посох. Шлем рекрута. Отлично. Кимоно ученика. И остроконечная шляпа. Это шляпа, а не награды. Давай. Крестьянский доспех. Легкие сабли усилились чуть-чуть еще. Удар в спину усилен. Металлический шуангоу. И последняя карта. Нунчаки. Так. Ну. Так такое. Среднее что-то. Давай еще раз попробуем. За нее тысячу голды. Прикиньте сразу. Это ей пять гемасов по-моему. За Киба. Блин. Тяжелая тетка. Она еще по-моему подруга этой. Я офигею, если она сестра Джуна окажется еще. Так. По-моему с Гвандао тут нефиг делать. Это слишком тяжело. Мне кажется, здесь нужно оружие полегче. Такое как сабли. Но с саблями... А хотя один фиг будет, да? Невозможно тоже. Так, окей. Но я мало отнимаю этим приемом. Вы видите, да? Офигеть. Вот это у нее мощный удар, конечно. Так. Да она... Она идеально закрывается отовси... Во. Да она под спидами. Она вообще... У нее тенью находится. Ей даже, мне кажется, не надо применять ничего. У нее всегда глаз зажжен. Зажженный тенью. Теневая... Теневая вышка разрушена, говорит. Офигеть. Да ну нафиг. Что за дичь? Что-то как-то сильно жестко. Офигеть. Офигеть. Нифига себе. Это что за босс такой? Последний, да? Скорее всего. Так, подожди. Продолжить. Тену сабли один фиг, да? Все будет по-старому. А что их улучшить? До скольки? До 505? Давай попробуем. Не сильно там отстает она по урону. Просто попробуем. Что-то жесткое, да? Оооо, так я даже и не подойдусь с саблями к ней. Охереть. А, да тут такие у ворота не помогут уже, да? Да нет, она спокойно закрывается этими своими вот этими тухтушками этими. Они вот эти защитные все фигользуются. И нормально жить вообще. У меня такого нету, таких защит, как у нее. Охереть. Классная. Вот она классная. С ней приятно сражаться, но тяжело. Отвечаю, вообще жесть. Но она и невозможная, конечно. Вы сами это понимаете. Я обессилен здесь, по-моему. Жесткая тетка. Жесткая. Офигеть. Офигеть. Блин, у нее приемы вообще жестокие, вообще какие-то. Я офигеваю. Так еще смотрит на меня, как на труп. Я тебя победила, типа, да? Да, закончим. Подумаем, 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 как с ней сражаться. А пока что с вами был Влад. Подписывайтесь. Ставьте лоисы. И всем пока. Да, нам нужно что-то придумывать, потому что вторая глава подходит к концу. Все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok